вот они дизеля гордость человечества потому что то что перевозят эти красавцы дает вам возможность существовать дольше конечно вопрос дорог то существует но по сути если дороги в идеальном состоянии то большегрузы решают все они способны доставить любой товар на любые расстояния и кстати посмотрите сетку жд дорог если европа еще как-то в этой сетке то в азии этих сетей жд просто нет и вот тогда большегрузы теперь о том как они возят я конечно с ума схожу от америки это правило 4 метра жизни спереди это круто хотя понять то надо что все что снизу сметется рамой а сверху но это вряд ли теперь количество бензина в смысле дизеля ровно столько же тратит джип но количество груза в десятки или в сотни раз больше и виной тому бешеный крутящий момент дизеля к слову о скорости скорость таких дизельных агрегатов вполне сопоставима со скоростью малолитражек да и у тех у кого двигатели до 3 литров и теперь надо понять что 95 процентов американских грузовиков свою норму в милях уже прошли естественно они это сделали в америке а здесь они докатываются и можно конечно купить и понять качество но по сути поняв качество надо понимать где их ремонтирует и европа и китай в магнитогорске делается в кроссмане к слову о том куда привозят машины заправленные летний соляркой вместо зимнего топлива господа мои уважаемые автолюбители и даже те кто работает на левом берегу ведь часто такое случается что вы обращаетесь я бы вас в действительности показал но почему вы не обращаетесь мой телефон достаточно прост 8 952 526 68 65 и мы вам поможем показать где вы работаете и пускай это будет и левый берег пусть это будет абзаково пусть это будет башкирия то есть вы же работаете позвоните мы все сделаем кстати насчет левого берега левый берег у нас шикарен и он по сути круче чем правый по одной простой причине здесь нету той самой аренды естественно когда вы пригоняете сюда машину здесь вы получаете результат и к слову о том что мы сейчас вам продемонстрируем помните улица кирова на за моей спиной вот туда проезжаете получается завода управления а вот туда-то вот прямо вот тут буквально за спиной оператор в 70 метров автошкола ну понятно да куда проехать то есть мы приезжаем вот сюда на улицу кирова 106 сейчас покороче чуть 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 дальше это будет вот что мы здесь делаем а вот чуть-чуть довернем сюда эти мы здесь сделаем ваши дизеля скажите мне пожалуйста а сколько человек на правом берегу может сделать вашу дизельную технику практически никто не делает а здесь делают потому что это кроссман ну вот они проблема конечно в водятлов да и хозяева тоже я вам просто говорю перед заправкой узнаете какой вид топлива льется если зима лейте если лето то не надо дизеля конечно крутые для них миллион это ух делают и по несколько но главное правило хотите чтобы дизель работал заботьтесь о нем так что же у нас такое случилось я вот это не понимаю почему сюда приехали дизеля что такое внезапно зима началась так что если честно туда я прекрасно понимаю что дизель но не не заводится под постой брусовой причине то не может зависеть потому что извините залили там летнее топливо куда должны люди приехать я так понимаю еду к вам да к нам то есть вы просто делаете и машина продолжает эксплуатацию конечно а цена вопроса ну цена вопроса зависит от того что делать машине много причин допустим эта машина она приехала просто у нее из-за летнего топлива парафин в топливе она постояла вчера два часа все машина запустилась но мы настояли на том чтобы промыть всю топливную систему все и сколько удовольствие обошлось ну я думаю что конечно не обойдется не дешево в районе тысяч десяти зато он будет дальше ехать спокойно правильно конечно честно говоря 10 тысяч это будут сейчас это практически 100 долларов всего лишь ну да согласен и вы должны понять что когда мы говорим о запчастях для иномарок кои в разы круче отечественных дизелей запчастей придется ждать сколько и это все зависит от вас хотите чтобы дизель жил долго обращайтесь в кроссман и даже забудьте о водителях пересутчиках сколько нужно масла да столько же и сколько для обычного двигателя меняйте чаще ремни и прокладки меняйте когда вам подскажут эти специалисты и поймите двигатель живет дольше только благодаря вам возникает дивный вопрос да кто этими дизелями занимается потому что в городе все говорят что вы купили себе дизель а ремонтироваться где будете у нас где будем ремонтироваться в нашем специализированном сервисе грозу теперь возникает вопрос как сделать так что ваша машина ходила долго или как сделать так чтобы ну допустим вы купили старый автомобиль бывшую кого-то в употреблении водитель водятел естественно вот но необходимо же сделать так что он продолжал работать правильно чтобы его отремонтировать или даже проверить этот автомобиль нужно проверить ну как сказать надо проверить двигатель не только снять форсунки и проверить их на стенде нужно замерить компрессию на нем потому что дизель он работает не как бензиновый мотор это воздух сжатие распыл топлива идет только от сжатия то бишь компрессия это первое на первую составляющие дизеля все проверяются форсунки проверяется компрессия тогда я могу точно уже сказать будет ли работать дизель дальше или нет теперь другой вопрос теперь другой вопрос я бы все-таки сделал следующим образом просто людям объяснил с кем бы работать понимаешь потому что если не работать ни с кем то возможно такая штука да дизель может работать но внезапно порвался ремень привода или грм или еще что-то и у тебя по трассе отказали тормоза нормальное явление гораздо проще работать с одним же человеком который все это сразу видит и сразу говорит что в определенный момент такого такого-то числа вам необходимо вот это вот это поменять правильно конечно только не в определенный момент а по нормы часам каждая каждая запчасть она имеет свой ресурс то лишь ее сразу видно что когда ее нужно менять когда нет просто о чем люди пытаются это делать у себя но количество водителей которые работают с дизелями их очень мало по сути гораздо проще обратиться в вашу замечательную структуру ну да согласен то есть суть события вам нравится дизель и вы можете его купить покупайте проблема с водителями решается легко набор разномастных инструментов в сумке что-то отвалилось так вон отсюда берите только классного специалиста но с механиками сложно проще договориться с кроссманом когда нужно то сюда и ваше дизельное чудо будет вам приносить то только прибыль а вот теперь скажите мне кто не делает доделают на левом берегу замечательные дизеля потому что левый берег это то что должно быть здесь центр дизельный потому что это комбинат это большое количество больше грузов которые по сути на работают здесь и кстати оптичка хороший грамотный дизельный агрегат смысле вашей машине если стоит дизель он тоже может сюда приезжать потому что абсолютно разницы нет никакой ремонтируют здесь ли большие машины ремонтируют ли здесь вашу машину потому что это есть правило по сути дизель вкуснее для вашего хозяйства исключением является только газовое оборудование но тем не менее я вот езжу в турции в том числе и понимаю что отлично сделанный дизель он по сути круче чем любой бензиновый да или расход топлива у него естественно дешевле